В то же время продолжительность жизни и пенсионный возраст во многих странах растут, то есть у нас появляется больше времени для обучения. Вот в Китае, например, есть уже университеты для пожилых людей, для пенсионеров. Может ли человек учиться на протяжении всей жизни? Видите ли вы какие-то изменения в этой области? Да, конечно, в каком-то смысле это можно назвать революцией. Когда-то считалось, что развитие происходит до момента рождения, или до трех лет, или полового созревания, или формирования лобной доли. Развитие происходит на протяжении всей жизни. Существует ряд общих закономерностей для людей от рождения до пожилого возраста. Более стимулирующая среда формирует более совершенный головной мозг, что подразумевается под более совершенным мозгом. В 60-х годах под более совершенным мозгом понимался сформированный под влиянием более насыщенной стимулирующей среды мозг с утолщенной корой и при выраженной склонности к обучению. Сейчас, спустя 60 лет исследований, мы знаем о существовании генов, которые задействуются мозгом при стимулировании, независимо от возраста, как у ребенка, так и в возрасте 90 лет. Мы знаем, что нейроны могут создавать соединения с другими нейронами. И у людей в возрасте 90 лет за счет стимуляции, и в этом огромный потенциал пластичности мозга. В определенном смысле крупнейший прорыв нейробиологии за последние 30 лет относится к тому, что обычно было представлено в водном курсе, а именно к утверждению о том, что мозг взрослого человека не создает новые нейроны. Их максимальное количество ограничено числом уже существующих нейронов и может только уменьшаться. Это революционное открытие. Мозг взрослого человека способен создавать новые нейроны даже в пожилом возрасте в ответ на стимуляцию или упражнения. В определенном смысле нейропластичность, способность мозга реагировать на опыт, сохраняется на протяжении всей жизни. Тем не менее, существуют некоторые закономерности. С возрастом этот процесс осложняется. Если человек сталкивается с разрушительными факторами в раннем возрасте, например, вызванными стрессом, чем больше времени проходит, тем сложнее преодолеть воздействие таких факторов на биологическом и психологическом уровнях, а также изменить принцип функционирования нейронов. Интеллект не слишком меняется с возрастом, если правильно подойти к тестированию изменений. Без ограничения по времени и при отсутствии таких заболеваний, как болезнь Альцгеймера, по мере взросления память остается довольно хорошей. Нам просто требуется больше времени, чтобы вспомнить какие-то факты. Если же тестирование проходит с установленным временным лимитом, результаты будут хуже и хуже с каждым годом. Без ограничений по времени это проявляется в меньшей степени. То, в какой форме сохраняется интеллект, может отличаться. Тем не менее, общий принцип предусматривает развитие мозга на протяжении всей жизни, от зародыша и до смерти. Спасибо вам большое. Спасибо. 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 Спасибо.